Что же вы предлагаете детям, как вы говорите, что как, мол, сказать детям, что вы никогда не употребляете? Нельзя же сказать, что подними не 10 килограмм, а 100, человек может физически не может. Вы знаете что? Не надо передергивать такие вещи. Если человеку честно объяснить, что такое алкоголь, и не только с точки зрения влияния на организм человека, на здоровье его личное, но и на состояние нации, на патриотические нотки, не надавить, это неправильное слово, а указать, объяснить всю правду, чтобы человек понял, что вот эти горе-беды алкоголя в основном, первая причина от алкоголя, когда человек теряя пьет, он становится неразумным, и весь народ становится неразумным. Пьяным народом легко управлять, еще Екатерина говорила, это верно. Такому народу можно любую лапшу на уши повесить, такой народ можно заменить, заместить постепенно. Это же оружие, оно не так стреляет, конечно, что кровь во все стороны. У людей не такое создается противодействие, оно коварное, пагубное, хитрое, плавно уничтожает нацию. Но уничтожает. Итак, вы говорите, что трезвость это не полное непринятие вина. Нет, трезвость это полное неприятие вина. Я, например, никогда в жизни не употреблял алкоголь никакого, но изначально это было не по причине того, что я понимал, что это такое. Ну, как ребенок, он не может все это понимать. Просто чувствовал, никогда не пробовал. Прекрасно, вот так получилось. Но когда я стал понимать, что же это такое для народа, я не знаю, что надо сделать, чтобы я эту мерзость хоть когда-то ко рту принес, наверное, к стенке поставить. Вот только тогда я, может быть, эту гадость под страхом смерти выпью. Хотя очень не хотел бы этого делать. Вы говорите, что редко кто может встать на путь полного воздержания, что люди слабы, что обстановка жизни, старида вынуждает пить. Ну, о чем вы говорите? О чем вы говорите? Да, жизнь тяжелая. Кто? Для народа, для многих, особенно на селе. И что? Это повод? Какой повод? Себя человеком не считать? А именно так надо ставить вопрос, если ты до скотского неправильное слово, но оно емкое просто в сознании людей, а если ты себя, лишаешь себя человеческого достоинства, становишься на четвереньки, если ты, ты с чего налакал с этих бутылок, а как так произошло? А меры не знал. А может быть, это произошло с первого, как ты первый стакан поднес? Нет, не с первого. А почему же начинается это с 10-го, 25-го? А потому что такова природа наркотика. Сначала он тебя сажает на крючок, но через посредника, кто такую мерзость предложил выпить. Иногда это делают идиоты родители, мотивируя это тем, что, мол, лучше при нас, чем в компании, где во дворе и так далее. Лучше не при нас, лучше ты, родитель, объясни ребенку, что ты сохрани в себе человека, что ты не разрушай себя ни физически, ни нравственно, ни морально. Потому что пьяницы говорят, и преступники, и подонки, для храбрости выпить, правильно? На плохое дело надо выпить, пойти. А зачем? А чтобы совесть свою в сторону убрать. Потом уже человек решается стыда всего, всей нравственности, всего, что есть в человеке, человеческого. И потом уже родину готов продать, что и происходит. И как подсадили на этот наркотик многих дипломатов, политиков в 50-е, 60-е годы. И сажали тысячи лет назад в других странах и так далее, и тому примеры известно. И разумеется, потому что такова природа. И есть те силы, которые прекрасно понимают, что это оружие пострашнее огнестрельного. Это оружие тихое, тихим сапом можно расточить, уничтожить народы. Алкоголь, какой бы человек ни был, к какому народу бы он относился, есть вещество, которое является наркотиком. И рано или поздно оно сажает человека. И поэтому единственный способ не стать алкоголиком, не начинать пить. Поэтому детям надо говорить, будь, сынок, честным, будь чистым. Не пей. Никогда не пей. Не начинай. Может эта зараза тебя вовлечь, а ты не начинай. Нет у этого в природе, этой гадости. И даже не пробуй этой мерзости. Ничего ты не упустишь из своей жизни, но только приобретешь. Только приобретешь. Сейчас ты многого не понимаешь, но ты поймешь. А когда, проходя, как Жданов правильно тот же говорит, мимо лужи, где валяется пьяное существо, из которого уже в лужу все течет, надо сказать, ты, сынок, дочка, посмотри. Вот это существо, которое потеряло все человеческое достоинство, оно налакалось вот с тех бутылок, что в киосках, вот в этих магазинчиках продаются врагами нашего народа, на уничтожение тебя, меня, наших будущих детей, внуков, правнуков. Пойми, этот человек тоже родился хорошим маленьким ребенком, был так же бегал, радовался жизни. И вот что произошло. Не потому, что он слаб, не слаб. Это разговоры от лукавого. А потому, что он когда-то принял это в жизни. Он обманулся. Его обманули, неважно, он это принял. А это в чистом виде. Вот действительно бесовское зелье. Вот если уж говорить, на такой язык переводить. И не надо философствовать насчет того, что, товарищ Осипов, что Иисус там говорил про вино то самое. То самое миллионы людей погибло, убило, уничтожило всевозможными методами. А за историю человечества, я думаю, сотни миллионов, миллиарды.